Приветствую вас. Смотрите, вы задаете вопрос, как поступить, спрашиваете вы. На самом деле, я хотел бы задать вам встречный вопрос. Как поступить, чтобы что? Что вы хотите для себя в этой истории? Если проучить человека, например, что это оно, если сблизиться с ним и попытаться построить отношения, другое. Если посмотреть на себя и подумать о том, как именно вы оказались в этой ситуации, которая оказалась, это третье. Если вы хотите рассмотреть свое отношение к подаркам, которые вы сделали ему, это четвертое. Если вы хотите рассмотреть поведение мужчины, то есть понять его, это пиапе, но для этого нужно больше информации. Потому что того, что вы предоставили, к сожалению, очень мало. Ну, то есть, так на скидку можно сказать только то, что мужчина либо боится близости вообще, и делать тогда не только в вас, но и, в общем-то, дело в нем. Либо он просто-напросто вами манипулирует, то есть играет в вас, играет в вами, а встречается с вами, когда ему удобно. И, в общем-то, просто используют, и здесь, на самом деле, уже история непосредственно про вас, потому что именно вы позволяете человеку вести себя так с вами. Что касается подарков, да, то есть вот, знаете, мне кажется, современные люди, они вообще вот забыли о том, что такое подарки, то есть что значит дарить кому-либо что-либо. Вот. Ну, мне, по крайней мере, так кажется, потому что, вот, как, не посмотришь куда-нибудь, везде, ну, какие-то претензии за подарки, какие-то обиды, я тебе что-то подарил или подарила, что ты мне что-то подарил или подарила, и, как будто кто-то заставлял дарить. Понимаете? Дар. Подарок, дар. Это означает передачу на безвозмездной основе права пользования. Вот это такое, да. То есть, грубо говоря, у меня чего-то много, я хочу человека ударить. Я от него не жду чего-либо, я от него не хочу чего-либо. Я просто, просто его удариваю человека. Понимаете? И всё. А у вас почему-то совсем не так. То есть, человека вы вроде бы любите, но в то же время позволяете быть себе, для него, не единственной женщиной. Человека вы вроде бы любите, поэтому вы не любите себя. Не любя себя, нельзя любить другого. Значит, за счёт другого вы пытаетесь себя любить. Получается, конечно, не очень хорошо. Вроде бы как, вы любите человек, но при этом, ведь вы воспринимаете его, как отца, он для вас, как отец, человек. Ну, потому что, старше вас, намного. Вот. И так далее. Вот. Хорошо ли это, для вас? Нет. Нехорошо. Потому что, потому что, потому что, как я уже сказал, это не любовь. Тут это не совсем чувство любви у вас. И вот как поступать, спрашиваете вы. Понимаете, если вам всё равно, на то, как вы будете выглядеть, с точки зрения социума, да, то есть, как социальный индивид, если вам всё равно, заберите подарки. Правда, я не очень понял, что это значит, фраза, может мне перестать мелочиться, в каком контексте, вы её, употребили. Но, я полагаю, что, что, если вам всё равно, на то, как вы будете выглядеть, ну, может, на социальном уровне, то можете, подарки забрать, вряд ли, мужчина будет думать, о вас, лучше. Вот. Ну, после того, как, а, это произошло. вот. Так что, видите, здесь всё зависит от того, что вы хотите, для себя, на самом деле. Вот, что зависит, что вы хотите, для себя, что и важно, для вас, имеется ввиду. было бы лучше, было бы лучше, было бы лучше, если вы, если вы, ну, если вы, будете думать о себе, понимаете, вот, будет лучше, если вы сконцентрируете своё внимание на себе, на том, что нужно вам, не через человека, а лично вам. Почему, например, вы выбрали такие отношения, что вас к этому сподвигло, почему вы позволяете себе встречаться, с женатым мужчиной, тем более, который старше вас, почему вы считаете себя, достойной, а, отношений, м, соответственно, а, ну, такого типа, женатым, вот, это всё идёт к вашей самооценке, и самооценке нужно работать с уверенностью в себе, и, возможно, ещё с какими, с некоторыми, с потребностями, которые у вас не реализуются адекватно. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,